Семиклассница Анастасия Фомина художница со стажем. 11 лет девушка занимается живописью в детской школе искусств Горок Ленинских. В ее коллекции не один десяток работ и различных наград. Но завоевать первое место в конкурсе есть такая профессия родину защищать. Для нее особенно почетно, ведь она патриотка своей страны и очень гордится подвигами, совершенными предками. Для участия в конкурсе она нарисовала картину «Возвращение домой». Я старалась изобразить картину, чтобы человек, смотря на нее, мог почувствовать, насколько это важно была, эта победа. Для меня лично это первое место значит очень много, потому что это для меня тоже маленькая победа. Еще один шаг вперед. Я рада. Конкурс-выставка «Есть такая профессия родину защищать» в первую очередь направлен на патриотическое воспитание подрастающего поколения. Ребятам было предложено изобразить сотрудников всех специальностей, так или иначе относящихся к защитникам Отечества. Военные, полицейские, пожарные, у кого на что хватило фантазии. Свои работы могли представить как самые маленькие, только начинающие художники, так и ученики районных школ искусств постарше. Всего более 50 участников и около 70 картин. Также поучаствовали преподаватели. У нас на выставке представлено 4 преподавательских работы, очень интересных, которые тоже есть смысл посмотреть. Преподавателям тоже не учуждаю, конечно же, тему защиты Родины. Выставка была, конечно, проведена очень здорово и замечательно. Она получилась довольно-таки большой, довольно-таки широкой, очень удачной, такой радостный, светлый, какой-то добрый даже, можно так сказать. Два месяца подготовки и масштабный конкурс завершился вернисажем в детской школе искусств города Видное. В день, посвященный ветеранам органов внутренних дел, торжественно наградили победителей, им вручили почетные грамоты и поблагодарили за проявленное внимание к служителям закона. Очень приятно видеть в точку попавшие эти рисунки, тематика соответствует именно этому празднику. И, конечно, вот это мероприятие, оно работает в рамках патриотического воспитания молодежи, которые должны знать историю органов внутренних дел. Это повышение авторитета сотрудников органов внутренних дел, в частности, полиции. Все работы находятся в ДШИ и желающие могут с ними ознакомиться. Юлия Погосян, Данил Свидерский, Екатерина Чернышева, Видное ТВ.